Всем привет, это канал Частер, меня зовут Кирилл и здесь мы говорим о часах. В 2020 году бренду Orion стукнуло 70 лет. По такому юбилейному случаю компания выпускала сразу несколько интересных линеек, одна из которых дошла и до нас. Эта модель объединяет в себе отсылки и на часы 2005 года, и на модели 70-х, и даже на механические камеры. Собственно, она так и называется, The Retro Future Camera. И давайте же посмотрим, получилось ли бессмысленное нагромождение, или все-таки гармоничные часы для современного человека. Приобрести их, естественно, вы сможете в моем магазине chasterclub.ru, не только их. Широкий выбор бренда Orient вас там ждет, все ссылки в описании. Перед нами вот абсолютно не классический Orient, все-таки я много повидал представителей этой марки, и есть у всех более-менее модели, какие-то отличительные черты, по крайней мере, во внешнем строении. Здесь не то, например, толщина, посмотрите, какая она огромная, еще и сатинированная поверхность, ушки тоже сатинированные, вот разве что здесь полированная грань вписалась. Кстати, справа, помимо брендированной головки на 3 часа и рифленой, кстати, тоже, есть еще небольшой защитный наплыв, защитный бортик, он мне напомнил спусковую кнопку на камере, вот уже первая отсылка. Ну, а безель это и вовсе практически объектив, то есть и опять же-таки рифленая боковая поверхность, и вот эта разметка интересная, и то, как он вращается. 60 кликов, кстати, не 120, хоть и вращается в одну сторону, но оно и понятно, это модель не дайверская, здесь все-таки непроницаемость 50 метров, поэтому уж не стали все вот эти дайверские истории делать, как, например, светонакопитель в районе 12, но все равно выглядит интересно. И сверху минеральное стекло, слегка скругленное, но, как мы видим, за верх безеля оно не выходит. Но уже под стеклом нас ожидает, наконец, темный скелетонизированный циферблат. Посмотрим поближе, внешний ободок и поминутная разметка с часовыми индексами, конечно, со светонакопителем. Далее идет небольшое скелетонизирование, через которое мы можем видеть часть механизма. Далее открытый баланс на 9 часов, ну, это фирменная карточка многих часов в Орент, мы его видели много раз, и уже, честно говоря, привыкли к этому, но сам циферблат, точнее, его центральная часть, это уже что-то новенькое. Стрелки, карандаши, секундная смещена на 6, но вот структура циферблата, очевидно, отсылает на лепестки диафрагмы камеры. Вот такой, знаете, механической старой камеры сейчас. Да, вот, наверное, под этим углом все это можно разглядеть. Все-таки, конечно, здесь решили по полной, по полной нашпиговать модель отсылками, начиная от корпуса, заканчивая циферблатом, и даже задней крышкой, вот, посмотрите, задняя крышка, тут уже то ли это видоискатель, то ли это затвор, ну, тоже что-то такое от камеры, и здесь же видим информацию как раз о водопроницаемости и о материале корпуса. Тут, кстати, еще можем ротор даже разглядеть, но в любом случае вызывает все это необычное ощущение. С одной стороны, нестандартно и любопытно, с другой стороны, непривычно. Расскажу немного про историю, здесь отсылка на модель 2005 года, Orient Star, которая еще далее была переиздана в 2010, в принципе, есть схожие моменты в дизайне, но мы видим, что все-таки многое изменили. Ну, а, кстати, еще помимо разных цветовых расцветок, вышла лимитка коричневая, с любопытным золотым градиентом по центру, и вот это уже отсылка на оформление циферблатов Orient 70-х годов, модели назывались Jaguar Focus, и данное цифровое так называется, Jaguar Focus Dial. Здесь у нас внутри уже современный механизм F6-S22, в котором не 22 камня, а 24, как вы могли подумать, наверное, по официальному сайту, где опять ошибка в очередной раз обнаружена, но если для кого-то это принципиально, то четко могу вам заявить, что камней здесь 24, вот мы видим надпись 24 на роторе, но вообще-то механизм абсолютно классический, ориентовский, тут без даты, соответственно, в нуревом положении вручную подзавести его можно, и далее единственное для настройки уже времени. Конечно, функционал здесь не блещет какими-то выдающимися результатами, но покупаем мы эту модель абсолютно не за функционал. Светонакопитель, хоть и индексы небольшие, стрелки тонкие, но читаемость при этом сохраняется отличная под разными углами, что не может не радовать, особенно в скелетонизированных часах. И вот, кстати, на запястье модель выглядит не так громоздко, да, толщина приличная, почти 13 мм, но при этом 46 всего 100 покрямушек и диаметр 48, то есть если у вас среднее запястье, даже небольшое, то, как вы видите, сесть они могут вполне себе ничего. Ну, я думаю, где-то от 16 см до 20 см, наверное, вот так будет идеальная посадка. Браслет 20 мм, его ширина, сатинированный, браслет вот абсолютно стандартный, ориентовский, здесь уже без каких-то сюрпризов и без отсылок на камеры, застежка брендированная. На запястье, кстати, как раз вот до 20 см примерно подходит, то есть по охвату он чуть уменьшенный, чем стандартный. Общий вес приличный, набрался 172 грамма, часы на запястье ощущаются. Модель винтажная в первую очередь, то есть такая покупка для души, я считаю. Однако под городскую среду она тоже может подойти. Немного вычурный, пожалуй, дизайн, но при этом читаемый циферблат, как днем, так и ночью. Поэтому, если вы хотите использовать как каждодневную модель, которую с утра надел, вечером снял, то, в принципе, это тоже приемлемо. Ну и немного отсылка на классический стиль, поэтому с рубашками сочетать можно, однако здесь, конечно, смотрим еще на толщину. По итогу могу сказать, что модель представляет из себя несколько необычный экземпляр. С одной стороны, это вот такой ориент, который мы привыкли видеть, то есть механизм, то есть светонакопитель, браслет тот же самый, в общем-то привычная история, которую мы всегда отмечаем. С другой стороны, внешнее оформление нестандартное, внешнее оформление непривычное, и толщина, и вот этот скелетонизированный, диафрагмированный циферблат, и вообще куча отсылок на камеру. Я думаю, что это может понравиться фотографам, любителям винтажных часов, и, в принципе, просто фанатам ретро-ориент. Не могу сказать, что это все выглядит нагроможденно, но и, честно говоря, не могу сказать, что часы у меня вызвали вау-эффект. Ну, такое среднее впечатление, но однозначно, однозначно они имеют место быть, как вот такая дань уважения истории бренда. Помимо стальной версии, есть еще две на кожных ремешках, зеленая и коричневая, поярче, коричневая не та, что лимитка, а просто коричневая. Так что, если вы себе хотели что-то такое необычное, несвойственное, из ряда вон выходящее, то это как раз отличный вариант. В конце хотел бы узнать и ваше мнение по поводу этой модели, обязательно оставьте его в комментариях под видео. Если оно понравилось, то поставьте лайк и подпишитесь на канал. На этом все, всем пока!